Всем привет! В эфире Универньюз. С вами Аделья Шамилова. Итак, главные темы дня к этой минуте. Держи карман шире. Уже в следующем году зарплата приятно удивит. Всего лишь в шаге от почетной награды. Получит ли астрофизик КФУ Нобелевскую премию? Что такое блокчейн? Расскажем простыми словами. В 2018 году КФУ ожидает положительная динамика роста заработной платы. С чем связаны основные подробности введения финансового повышения, расскажет наш корреспондент. Майский указ президента России, связанный с увеличением заработной платы, не обходит стороной ни одно госучреждение страны. И КФУ не составляет исключения. На чертном заседании ученого совета Института управления экономики и финансов было вынесено несколько вопросов. И один из них вопрос оплаты труда, а точнее ее рост к 2018 году. Ожидается, что уже в конце этого года будет зафиксирована цифра 30 тысяч рублей. Как только учреждения, организации Татарстана увеличивают заработную плату, соответственно, и будет увеличена и средняя зарплата. Там это касается всех бюджетностей, в первую очередь учителей, врачей, хотя там процентное отношение чуть другое. Но тем не менее, с учетом того, что и контингент процентного отношения в республике достаточно большой, средняя зарплата может быть и 31 тысячи, и 32 тысячи. Глава ВУЗа повторил мысль, которая неоднократно звучала из его уст. Работающий в КФУ человек должен получать достойную зарплату. Причем в системе формирования заработной платы грядут изменения. В частности, введение доплат за повышение собственного профессионального уровня в рамках исполняемых обязанностей. Особенности изменения станут заметны для молодых, еще не остепененных преподавателей. Будут доплаты, приравненные, может, к кандидатской степени, тем, кто имеет TOEFL в английском, ну и, соответственно, в остальных языковых средах соответствующие сертификаты. Причем подтверждение, я по памяти боюсь соврать, по-моему, каждые два года они должны делать. Плюс факторы, которые учитываются при надбавках, при формировании премиального фонда, это рейтинг. Перед вами рейтинг за 9 месяцев социо-гуманитарного блока. Мы находимся, держим свое третье место, и, в общем-то, это достаточно неплохо. В качестве следующего критерия ректор предложил ввести надбавку за работу в диссертационном совете. Эта деятельность после принятия решения о самостоятельной выдаче университетом ученых званий стала более ответственной. Обсуждение вопроса заработной платы в ближайшее время пройдет на заседаниях ученых советов всех институтов университета. Кроме того, был утвержден план приема на бакалавриат на 2018 и 2019 учебный год. Всего запланировано 227 бюджетных мест и 439 контрактных. А для направления магистратуры запланировано 120 бюджетных мест и 210 контрактных. Внесенные ректором предложения были приняты и лягут в основу ближайших лет работы в УЗА. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Почетный профессор КФУ – один из вероятных лауреатов на Нобелевскую премию. Астрофитик Рашид Сюняев номинирован на вклад в изучение Вселенной. Подробнее в следующем сюжете. Почетный профессор Казанского федерального университета. Рашид Сюняев в этом году может получить Нобелевскую премию по физике. Рашид Сюняев – почетный член Академии наук Республики Татарстан. За свои уникальные научные исследования он удостоен многих престижных международных наград. Среди них премия Крафурда по астрономии Королевской академии наук Швеции, награды имени Рассела, Международная научная премия имени Короля Фейсала, премия Киото и многие другие. Российский астрофизик номинирован на Нобелевскую премию за глубокий вклад в понимание Вселенной, в том числе ее происхождение, процессов образования галактик, акреции дисков черных дыр и многие другие космологические явления. Мы надеемся, что мы будем открывать миллионы новых источников рентгеновских, о которых никто не знает. Будем открывать новые сверхмассивные черные дыры с массой в миллионы и миллиарды солнечных масс, которые съедают, например, по Земле каждую секунду. Список вероятных лауреатов составляется на основе цитирования ученого коллегами. На работа Сюняева в отечественных и зарубежных научных журналах сделано более 60 тысяч ссылок. Имена лауреатов начнут объявлять со 2 октября. Возможно, среди них окажется имя нашего астрофизика. Артем Тупичкин, Универньюз. Казанские федеральные каждый день посещают именитые гости. Так, 29 сентября университет посетил бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина Дмитрий Якушкин. В пятницу 29 сентября Казанский федеральный университет посетил бывший пресс-секретарь Борис Ельцина Дмитрий Якушкин. Я давно хотел попасть в Казанский университет. Надо сказать, что последний раз в Казани я был, когда я учился в школе в 70-е годы, то есть в советское время. Внутри университета я не попадал. Но я всегда знал, что есть такое большое понятие Казанский университет. Казанский федеральный славится своей многолетней историей и, пожалуй, каждый гость города старается краем глаза увидеть величественное здание главного корпуса или заглянуть в музей истории университета. Мы начали с главного здания, с музея. И в музее меня поразили, конечно, некоторые документы, некоторые собранные вещи. Это показывает всю предысторию университета. И каждый человек, который здесь начинает учиться, он понимает, что перед ним были выдающиеся люди, которые, благодаря тому, что они попали в университет, они достигли неимоверных высот в науке. Целостное представление помог сформировать небольшой обход объектов инфраструктуры университета и рассказ об истории, традициях, настоящем и будущем образовании в одном из старейших вузов России. Диана Шилова, Роман Семарин, Универньюз. Блокчейн — слово, которое уже несколько месяцев у всех на слуху. Слово, которое заполнило интернет и побило все тренды. Но что же оно означает? Ты узнаешь это прямо сейчас в сюжете Олега Кашина. Что такое блокчейн? Это не вещь, не предмет. Это цифровой код, то есть запись в компьютере. Давайте представим записную книжку. Туда мы записываем, например, что-то личное. Естественно, что этой книжкой можем пользоваться только мы. Но представим, что эта книжка доступна не только нам. Она открыта для какой-то группы людей, например, для друзей. И когда вы делаете запись в этой записной книжке, эту запись видят сразу все ваши друзья. Представьте, что у вас есть блокнот. На каждой странице блокнота написана одна и та же информация. В аудитории сидит 100 человек и всем раздали по странице от этого блокнота. И таким образом информация хранится одновременно у всех. Эта запись может быть зафиксирована только в том случае, если с ней согласны все участники этой группы. Если кто-то указывает на ошибку или замечает несоответствие, запись аннулируется. Блокчейн – это инструмент совместной деятельности. Причем такой, что записи там постоянно проверяются всеми участниками. Для чего нужен блокчейн? В такой сети невозможно обмануть. Это исключает мошенничество. Ведь это сразу увидят. А теперь представим, что такая система является базисом для финансовой деятельности. Наступает новый цифровой мир. Почему деньги зависят от золота? Оно ценное, потому что редкое. Чтобы его найти, нужно потратить много сил и времени. Точно так же и с криптовалютой. Невозможно получить сразу много биткоинов. Сначала нужно решить уравнение с помощью компьютера. За каждое решение – автоматическая награда. Немного киберденег. Думаю, потенциал роста еще есть. Потенциал роста огромный. Рынок криптовалют всего нам сейчас, по-моему, 150 миллиардов. Минимум он разрастется до триллиона в ближайшие пять лет. Уже говорят, что блокчейн кардинально изменит банковскую систему. Классических банков, какими они были сотни лет, возможно, скоро не останется. Олег Кашин, Универньюс. Через обучение к повышению качества жизни пожилых людей. Под таким девизом 10 лет назад в Республике Татарстан стартовал жизненно необходимый проект «Университет третьего возраста». Одним из учредителей этого проекта в 2007 году стал и Казанский федеральный университет. И вот 2 октября для слушателей этого проекта состоялось торжественное открытие нового учебного года. Подробнее в следующем сюжете. 2 октября в 13 часов в Большом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» состоялось торжественное открытие нового учебного года университета третьего возраста. Университет третьего возраста – это специальный образовательный проект Казанского федерального университета, основной целью которого является создание условий для насыщенной, полноценной и достойной жизни пожилых людей и вовлечения их в сферу творческой и социальной активности. Критерий отбора несколько всего лишь. Во-первых, возраст. Это возраст 55 лет женщины и старше, мужчины 60 лет и старше. Это первый критерий. И второй критерий – неработающие пенсионеры. За 10 лет университет третьего возраста значительно расширился. Теперь для слушателей разработано более 15 программ и сегодня он насчитывает более 2500 студентов. Учебный год такого образовательного проекта начинается с октября и длится до мая. Слушатели, прошедшие обучение, получают сертификат как документ об окончании. Диана Паскарь, Владислав Михневский, Универ Ньюс. На этом все на сегодня. Будь в теме вместе с Универ Ньюс и не забывай смотреть нас в социальных сетях. С вами была Адель Шемилова. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова